Продолжается наша программа. Пришла пора поговорить о прекрасном, о Ельцин-центре, в котором очередная, даже очередные, я бы сказал, новые выставки. У нас в студии появился гость Илья Шапиловских, руководитель арт-галереи Ельцин-центра. Доброе утро, Илья. Доброе утро. Ну что, мы хотим поговорить о новых выставках, которые проходят в Ельцин-центре в городе Екатеринбурге. С чего начнем? Давайте начнем с Эрнста Неизвестного. Это наша основная выставка на текущий момент. Мы ее готовили с большим интересом, с большим жаром, так сказать. Это наш великий современник и земляк, Эрнст Неизвестный, человек, который родился в Екатеринбурге, в Свердловске точнее, и у которого связана, конечно, его карьера и его искание с тем местом, где мы все живем. И мы собирали эту выставку довольно быстро, потому что нельзя было быть готовым к такому событию. Смерть этого великого художника. Но, тем не менее, у нас получилось собрать очень представительную выставку. Большая часть работ не показывалась в Екатеринбурге до этого. Но мы работали, конечно, со всеми теми, кто хорошо уже плотно вовлечен, как, например, музей Эрнста Неизвестного непосредственно. Мы взяли несколько работ, которые у них находятся в запасниках, и одну работу с основной экспозицией. Но, кроме этого, у нас частные коллекционеры и музеи государственные из Самары, Москвы, Челябинска. То есть у нас всего порядка 90-95 работ. И это очень разные работы. То есть от мелкой пластики к таким довольно крупным работам. Мы сейчас видим как раз в видео. Графические сфили, это графия. Слез, конечно, мы позвали непосредственно архитекторов, молодых, но очень классных. Ашот Карапетян и Петя Любавин. Они, собственно, делали экспозиционное решение. То есть у нас используются такие простые естественные материалы. Дерево, гипс. То есть все то, чтобы подчеркнуть работу в студии художника и работы, которые получились. Круто. Так, это серьезно. Как долго будет работать выставка? До какого месяца? До 2 июля. Выставка идет до 2 июля. Да, совсем недолго. Мы скоро презентуем каталог. Ну, так вышло, что открылась она 6 апреля. То есть мы сейчас находимся посередине, так сказать, ее работы. И все те, кто еще не успел, хотя у нас, конечно, очень большие цифры посещаемости и в день музеев, и в ночь музеев. Но я уверен, что еще многие не дошли до нас, и поэтому... Многие не смогли попасть в ночь музеев к вам. Посмотрим, правда, в глаза. Там была такая чередища. Ну, тем не менее, мы старались наиболее комфортно сделать этот процесс именно с просмотром искусства. Потому что если бы мы всех-всех-всех сразу пустили, то что бы кто увидел? Ну, это я без претензий в данном случае. К следующей выставке давайте перейдем. Эта выставка интересна всем, кто увлекается комиксами. Да, это замечательная выставка, которая называется... Ну, мы решили оставить ее английское название «Темпера мутантур». То есть это... Ну, даже это латым. Но, собственно, это объединение... Финское объединение «Творческий союз комиксистов». То есть там всего 49 человек. Сейчас у нас с 2005 года. И это такие комиксы, непростые комиксы. То есть мы привыкли к тому, что это может быть что-нибудь... Вот сейчас фильмы все про Супермена. Спасение мира, как правило, в комиксах. В каком-то смысле здесь тоже все про спасение мира, но про спасение индивидуального мира каждого человека. То есть это очень авторские комиксы. То есть в них, в первую очередь, это работа на стыке современного искусства визуального и, собственно, поэзии, визуальной поэзии. То есть каждый... Да, вот если тоже посмотреть, каждый из этих листов, то есть они отпечатаны шелкографическим способом. То есть можно сказать, что это графический лист. Ну, то есть это художественное произведение, но каждый из них рассказывает одну свою вот такую законченную историю. То есть в которой, ну, в части из них можно двигаться по сюжету, где-то это дано все сразу разом, но каждый раз это вот какое-то такое глубокое переживание художника на тот или иной счет. Ну, то есть про то, что, я не знаю, кого-то бежали в школе, как с этим справиться. Или, например, про то, что день на работе не задался, но это не значит, что нужно отчаиваться. Да, они немножко с таким, знаете, вот как бы скандинавским, немножко мрачным отношением к жизни, но на самом деле в этом сквозит позитивное. Такое, что как бы все те хлопоты и заботы, которые на нас постоянно сыпятся, они преодолимы. Это совершенно, конечно, не американские комиксы, ни в каком виде, даже близко. Американские комиксы, конечно, тоже бывают разные, но это не то, что вот называется мейнстримом, не то, что является какой-то такой массовой поп-культурой. Нет, это, конечно, другое. Ну и давайте перейдем к медиа-инсталляции. Я сейчас попробую прочитать название. Нет. Абентланд. Да. Это как раз два года назад на предыдущей венецианской бейеннале именно эти художники группы IC-98 с этой работой Абентланд представляли Финляндию на венецианской бейеннале современного искусства. А теперь она в Екатеринбурге? В Екатеринбурге в Ельцин-центре. То есть это размышления художников на тему антропоцена. То есть это мир, в котором мы живем. Подождите, подождите. Давайте, чтобы понятно всем было. Хорошо. Та эпоха, скажем так, вот прямо историческая, геологическая, в которой мы сейчас живем, она называется антропоценом. То есть это мир, который настолько изменен человеком, что... Ну, то есть если раньше, я не знаю, геологический взрыв вулкана изменял поверхность Земли, то сегодня то, что делает человек, все эти обработки при помощи экскаваторов. Или, например, то есть одним из таких важных предметов антропоцена, допустим, в будущем. Когда археологи будущего будут раскапывать вот этот вот слой, в котором мы сейчас живем, культурный... Найдут айфоны и что-нибудь еще. Они найдут неимоверное количество куриных костей. То есть столько, сколько никогда на планете не было. Ну, то есть вот буквально 50 лет назад, то есть то массовое производство курицы, которое сегодня есть, то есть это будут просто... Заживут. Да, люди очень удивятся. То есть если не будут знать, а как это произошло? Как будто бы был какой-то всплеск у вида. Куриный взрыв. Да-да-да. На самом деле это вот всего лишь один из эпизодов того, как сильно человечество меняет, в принципе, вот земной шар. И эта инсталляция, она, собственно, об этом. То есть это попытка привлечь внимание к экологическим и другого рода, скажем так, вопросам, которые сегодня возникают. И еще, кроме того, что это интересное с точки зрения содержания работа, с точки зрения формы. То есть это довольно сложный сплав традиционных техник, то есть рисунка при помощи мела и угля. То есть вот оно, по-моему, такое черно-белое, но при этом в то же самое время это анимация. То есть это 40-минутное видео, в которое ты приходишь, садишься. Мы для этого построили специально такую комнату, в которой, ну, чтобы было комфортно для зрителя. То есть там затемненное. Да, что-то вроде того. И то есть это наилучшим образом восприятие этой работы будет, если настроиться, никуда не торопиться и немного посидеть. Вот Эрнст Неизвестный, выставка комиксов, медиа-инсталляция... Про куриные кости. И не только. Про антропорционные. Ну вот на выставке Сергея Корякина. Это же... Земляка нашего. Спортсмен. Какого из них? Спортсмен. Победитель. Два или трех. Каким образом это все встраивается в выставочное пространство? Что касается Сергея Корякина, это в первую очередь история сильного человека, история преодоления. Как вы понимаете, для Ельцин-центра история вполне созвучная и интересная. То есть Сергей выиграл в этом году в классе квадроциклов ралли Париж-Дакар. Это огромное достижение, при том, что оно было достигнуто самой маленькой командой в истории. То есть их буквально, по-моему, три человека, если я ничего не путаю. И на выставке как раз рассказывается путь к этой победе, причем не только вот этого года, то есть, грубо говоря, подготовка к этому турниру и все, а нет, это более широкая история Сергея, в принципе, про то, как он начинал еще на других соревнованиях, участвовал, проигрывал, выигрывал, но вот в конце достиг этой высшей, ну, на текущий момент точки. А какие там работы представлены? Там представлены фотографии. Фотографии? Да. Основную массу экспозиции составляют фотографии, на которые... Это там первого собранного двигателя? Вот, вот, у нас есть объекты очень интересные, есть шлем, собственно, в котором была завоевана эта победа, квадроцикл, на котором это было осуществлено, и непосредственно приз. Вот этот вот бедуин, как он называется, то есть бронзовый, награда, которая была вручена Сергею во время после победы. Ну, круто! Круто ведь у вас опять! Как хорошо, что вы нам об этом рассказали. Я напомню, что мы говорили о выставках, которая сейчас, в данный момент, работает на площадках Ельцин-центра. Мы благодарим нашего гостя. Илья Шапиловский, руководитель арт-галереи Ельцин-центра, был у нас сегодня в гостях. Спасибо большое, что заглянули к нам на огонечек, посвятили нас во все, да не все, далеко не во все интересности Ельцин-центра, но для того, чтобы со всеми познакомиться, нужно туда заглянуть, чего вам всем и желаем. Прямо сейчас небольшой коммерческий перерыв, после вернемся в эту студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова